Враг давит на Донбассе и может готовиться к наступлению на еще одном направлении. Карты ISW. На фронте в Украине фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Сватова, Часового Яра и Авдеевки. Также оккупанты усилили удары вблизи Каменского, вероятно, готовясь к возобновлению наступательных усилий на этом участке фронта в Запорожской области. Об этом сообщает видео новости Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ИСУ, Восток Украины. Операция номер один Харьковская область. Сообщается, что 22 июня украинские силы совершили контратаку к северу и с северо-востоку от Харькова. Российские военкары утверждали, что в СУ якобы безуспешно контратаковали вблизи Глубокова и Волчанск-Кои. Другой российский блогер повторил недавнее заявление о том, что войскар вбудто бы захватили и зачастили весь Волчанский агрегатный завод и отбросили силы обороны Украины на юг краины. Реке Волчье. 21 июня украинский военный обозреватель заявил, что на Харьковском направлении российские оккупанты наступают небольшими группами пехоты при поддержке беспилотников. Артиллерии и авиации и экономно используют бронетехнику ПАЭ. Операция номер 2 Луганская область. Российские захватчики недавно продвинулись юго-западнее Сватова во время боев вдоль линии Купянск-Сватова-Кременная 22 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 21 июня, показывают, что войскар продвинулись к западу вдоль Бурелома к северо-западу от Нововодянова. 21 июня эксперты ISW высказали оценку, что российские оккупанты также недавно продвинулись к западу от Нововодянова вблизи Бурелома. В генштабе в СУ сообщили, что бои продолжаются вблизи Синьковки, возле Песчаново, Степной Новоселовки, Берестового, Стельмаховки, близи Андреевки и Мясожаровки, возле Грековки, Невскава, Новосадова, Тернов и в районе Серебрянского леса 21 и 22 июня. Операция номер 3. Донецкая область. 22 июня российские захватчики продолжили наступательные действия на северском направлении, однако не было подтверждено изменение линий фронта. Войскаров продолжали атаки вблизи Верхнекаменского, возле Спорного и Раздолевки и под выемкой 21 и 22 июня. Российские военкары утверждали, что войскаров якобы захватили плацдарм на двух улицах в Восточной Раздоловке и захватили три бурезащитные полосы около ВМК, но в ISW не. Нашли визуального подтверждения этих утверждений. Российские оккупанты недавно продвинулись в пределах восточной части Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 22 июня, свидетельствуют о том, что войск РФ недавно незначительно продвинулись в пределах микрорайона Канал. Российские военкоры рассказывали, что войск РФ будто бы захватили Часоверский завод, гидрожелезобетана в микрорайоне Канал, а части 200-й Омсбор Ленинградского военного округа. Продвигались в район Калиновки. Некоторые блогеры также утверждали, что в СУ будто бы начали отступать из микрорайона Канал, и что войска РФ пересекли неопределенный участок канала Северский Донец, Донбасс. В ISW отмечают, что не нашли подтверждения этих утверждений ПАИ. Российские оккупанты также продолжали атаки вблизи Григоровки, Ивановского, Клещевки, Андреевки и Курдюмовки 21 и 22 июня. Сообщается, что на 22 июня российские захватчики захватили Шумы, но подтвержденных изменений линии фронта на Торецком направлении не было, 21 июня. Украинский источник утверждал, что войскаров захватили Шумы и два телекона непосредственно к северу и западу от населенного пункта. Российские блогеры активно распространяли данные от этого украинского источника и утверждали 22 июня, что войскаров продвинулись в поля севера восточнее Шумов. Вошли в дружбу и достигли окраин Северного. Российский военкар рассказывал, что захват Шумов поддерживает продвижение войск РХ к Северному и в конце концов создаст условия для продвижения в Торецк. Что даст этой российской группировке возможность поддерживать наступление либо на часов яр на севере, либо усилия по продвижению под Авдеевкой. Российские оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 21 июня, показывают, что подразделения российской 35-й мотострелковой бригады недавно захватили Бурелом к северо-востоку. От Новоалександровки. Российский блогер утверждал, что войска РФ провели механизированную атаку эшелона из Новоалександровки и якобы достигли южной окраины Воздвиженки. Один российский военкар рассказывал, что войска РФ ведут бои в центре Карловки, в то время как другие блогеры утверждали, что российские войска ведут бои только в окрестностях населенного пункта. Другой военкар говорил, что войска РФ продвинулись в восточную Яснобрудовку и в поля к югу от населенного пункта. Однако при этом в АСВ указывают, что не нашли подтверждения этих утверждений КАИ. Российские оккупанты также продолжали атаки вблизи Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки-1, Новопокровского и Очеретина 21 и 22 июня. Войска РФ продолжали атаки на запад и юго-запад от Донецка, вблизи Георгиевки, Краснововки и вблизи Поросковеевки, Константиновки и Водянова 21 и 22 июня. Российские военкары утверждали, что путинские войска вроде бы продвинулись в центре Краснововки, но эксперты АСВ не нашли подтверждение этого заявления. 22 июня войск РФ продолжили атаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского и Урожайного, но без каких-либо подтвержденных изменений линий фронта, Конта. Советник мэра Мариуполя Петр Андрыщенко 22 июня сообщил, что украинские войска нанесли удары по российским тылам на оккупированной части юга Украины. По словам Андрыщенко, ФСУ нанесли удары по российской базе и средством ПО в аэропорту оккупированного Мариуполя, повредив пять неустановленных единиц российской военной техники. И, что украинские чиновники до сих пор устанавливают возможные повреждения средств ПО и потери личного состава. Кроме того, Андрыщенко также сообщил об ударах ФСУ по российскому полигону около Старого Крыма к северо-западу от Мариуполя и российской базе вблизи Никольского к северо-западу от Старого Крыма. В то же время аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения этих ударов. Южная ось. Войскаров усилили авиаудары и наземные атаки вблизи Каменского недалеко от Орехова 22 июня, потенциально готовясь к возобновлению наступательных усилий на этом участке. Фронта. В генштабе ФСУ сообщили, что 22 июня российские оккупанты атаковали вблизи Каменского, а также отметили, что захватчики выпустили 36 неуправляемых, планирующих бомб по населенному пункту. Прежде чем возобновить наземные атаки, в ISW не наблюдали активные российские наземные операции или мощные авиаудары в районе к западу от Орехова за последний месяц. Говорится в отчете, интенсивное использование российских планирующих бомб и восстановление наземных атак свидетельствует о том, что российские войска могут иметь намерение возобновить наступательные. Операции в этом районе в ближайшие дни, рассказали эксперты Института изучения войны. Войска РФ также продолжали наземные атаки вблизи Работина, возле Вербового, близ Малой Токмачкиного Покровки, а также возле Нестерянки 21 и 22 июня. Некоторые военкоры, некоторые военкоры утверждали, что ФСУ усиливает контратаку на направлении Орехов. Малая Токмачкина российские источники утверждали, что ФСУ якобы нанесли удары по электрической инфраструктуре в оккупированной эрф западной части Запорожской области и использовали эти удары, чтобы утверждать, что украинцы будто бы пытаются угрожать Запорожской атомной электростанции. 21 и 22 июня продолжались позиционные боевые действия на левом берегу Херсонской обул, в том числе близ Крынак и на островах в Паймерь реки Днепра. Российские источники утверждали, что Крынки и Дельты являются серыми зонами. Ситуация на фронте. Напомним, ранее в Генеральном штабе в СУ в отчете поздно вечером 22 июня сообщалось, что в течение суток на фронте произошло 133 боевых столкновений. Также в военном командовании отметили, что около трети всех вражеских штурмов и атака произошло на Покровском направлении, а на Торецком направлении, где противник пытается вклиниться в оборонные позиции в СУ, ситуация была охарактеризована как напряженные, так и напряженные.